Вторые европейские игры станут праздником спорта и здоровья. Самые комфортные условия создадут для спортсменов и гостей соревнований. Разработанный план безбарьерной среды. Для людей с особенностями специальные места. Например, тех, у кого плохое зрение, посадят ближе к арене. Разрешат прийти и с собаками-поводырями. Уже более трех тысяч билетов зарезервировано для таких болельщиков. Также формируются бригады, скорые на дежурство запустят около 50 каждый день. Устроят и здоровый челлендж – пачку сигарет. Можно будет обменять на сувениры с символикой игр. А тем, кто откажется от вредной привычки за два месяца до соревнований, вручат специальные призы. Все спортивные объекты – это зона абсолютно свободной от курения. Наша задача в очередной раз об этом напомнить. То есть на всех 12 аренах, на которых будут проходить соревнования в рамках вторых европейских игр. Тем не менее, мы не можем никого ущемить. Будет создана абсолютно понятная и прозрачная система навигации для тех, кто не может отказаться от этой привычки. И оборудованы специальные зоны для курения за пределами спортивных объектов. Также сегодня определили звездных послов вторых европейских игр. Почетное звание присвоили Александру Романькову, олимпийскому чемпиону по фехтованию, и Марии Василевичу, мисс Беларусь-2018. Как звездный посол, основная функция для меня будет рассказать как можно больше аудитории о предстоящих спортивных событиях, которые пройдут у нас в Минске. И я надеюсь, что не только словом, но и делом я смогу доказать, насколько важен спорт в жизни каждого человека. А именно, обязательно попробую новые виды спорта. Вторые европейские игры стартуют в Минске 21 июня. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют почти 200 комплектов наград.